всем привет youtube привет еще раз поговорим о лампах в частности о диммерах вот этот эффект который вы видите при съемке я долго над этим думал размышлял как от этого избавиться это известно давно первое что я попробовал это я попробовал взял вместо блока питания который в основном как говорится сейчас работает на импульс заменил на аккумулятор литий-ионный но к сожалению это не помогло пытался гуглить находить как от этого всего избавиться и единственное что на сегодня было то что когда выкручиваешь диммером на максимум свет не моргает но в таком ярком свете работать проблематично естественно мы что берем для удобства для комфортной работы ну делаем нужное для себя яркость освещения диммером но это как бы вот ну вот в данном случае допустим местами ну это тренировочный вот мы видим вмятинку да на этот момент неудобно допустим работать вот при таком освещении ну в данном случае это видит объектив вот идут эти полосы естественно глазах как бы не замечает пытался я использовать различные камеры но друзья клиенты заходят списывался с ребятами кто на что снимает чтобы получилось нормальное видео без этих полос но увидела то это одно а другое дело этаж по мозгам нам тоже бьют все эти полосы точно так же смотрим мы телевизор до современный телевизор хороший красивый хорошо показывает выключил телевизор ночью допустим да глаза закрыла в глазах вот такое сблывание идет то есть это все бьет по мозгам и меня эта идея не покидала в итоге я решил этим заняться никто мне так ничего умного хорошего не подсказал пока она одного старого дедушку не нарвался которого вся трехкомнатная квартира завалена аппаратурой рассказал ему свою беду он немножко нелестно обо мне обозвался ритм у тебя на на по физике двойка было это все элементарно ваться вы в итоге посоветовал меня не сложную простую процедуру произвести чтобы избавиться вот от этого мерцания объяснил мне что там короче говоря когда вот выкручиваем яркость на полную там значит практически диммер который электронно естественно там импульсы проходят напрямую тогда мы уменьшаем яркость импульсы там как-то что-то по другому их то ли ширина меняется то ли высота в общем то ли что-то и мы это видим естественно как он объяснил все это нам и на мозги влияет тоже но мы как бы этого не замечаем также как сейчас вот модная болезнь у нас появилась не так давно вот этот коронавирус его никто не видит но люди им болеют также и это вот все вот это вот был маня на экране она ничего хорошего никому не дает как этот вопрос решился довольно легко и просто поехали смотрим как теперь вылечить вот это мерцание которое мы видим берем вот такие вот штуки вот че у меня в гараже валялось было вот здесь есть три вывода на каждом из них берем крайние два любых спаиваем крайний и центр но в данном случае вот на этом проще будет спаиваем вот один провод вот второй спаиваем крайний центр припаиваем сюда один провод здесь вот так здесь у нас четыреста семьдесят у значит скажу сразу триста девяносто пять ом какой из них правильно не знаю работают все единственное что вот этот шаг уменьшения и увеличения он разный я думаю со временем я подберу оптимальный размер этого резистора мощность ну и потом как говорится дополнительно сообщу у меня просто вот все что у меня в гараже было я взял перепробовал все работает в итоге берем плюс разрываем это выход на мою лампочку берем скручиваем все заработало как мы видим все бумаги это максимум берем уменьшаем и видим да значит я экспериментировал для того чтобы обойти вот этот диммера на моргане и сейчас видно для того чтобы его обойти что надо сделать на лампе мы диммер ставим на максимум а вот этим вот резистором который мы им крутим вот я поставил на ноль меня чуть отвлекли значит еще раз повторюсь на лампе у нас на диммере максимум в плюс то есть выкручиваем максимальную яркость а вот этим вот резистором мы начинаем плавно крутить даже на минимальной настройке я сейчас попытаюсь увеличить практически то я просто кручу сопротивление старое естественно она говорится ступеньками если сейчас мы выкрутили вот на максимум резистор на максимум метод уменьшаем видим мы что она полосит еще раз видим что полосит в итоге вывод так ставим диммер на максимум и диммируем наше освещение помощью вот этого вот резистора вплоть до нуля единственное теперь что хочу сказать для примера что положим что ты на камере было легче наводиться вот автофокусом вот я кручу этот свой резистор уменьшаю яркость вот по нулям но вот мощность резистора такая что в принципе до половины я выкручиваю и у меня света нету потом когда я начинаю больше половины добавлять добавляется свету так он чуть прыгает но в итоге все это не моргает мне это очень даже понравилось поэтому я решил поделиться с вами чуть-чуть конечно это может и думает ну это на максимум и на максимум и я никогда не работаю вот в данном случае мне комфортно вот в таком вот освещение работать ну и как мы видим такого мерцания нету если мы сейчас начнем уменьшать диммером который на лампе стоит опять же мы видим появляется это этот дефект вот так вот я не знаю насколько это правильно или неправильно но во всяком случае я считаю это чем то что было вот еще маленькая дописка я померил вот еще есть 95 выкручиваю на минимум все равно горит и начинаем добавлять до максимума меня яркость освещения на минимум даже ставишь его вот максимум на минимум ставишь все равно свечения есть найти оптимальный режим оптимальную мощность до 95 омов сопротивления выкручивающего если на самый минимум все равно свечения лечение достаточно достаточно по минимуму можно прибавить но прибавить можно ну как бы он пропускает тот не выключает полностью до нуля как другое сопротивление как допустим вот это которая у нас сколько тут она 470 то есть 470 вот крутим до половины от половины и выше она регулирует 95 ом сразу уже в начале даже на самом минимуме уже светодиоды светодиоды светятся то есть хотя бы получается надо там 150 200 он попробовать у меня такого нету поэтому поэтому вот это третий вариант 4,7 ом опять же родной диммер стоит на максимуме как только мы его начинаем уменьшать там что-то происходит в мозгах и вот это вот полосение проявляется то есть опять же ставим его на максимум 4,7 килоома крутим вот он ползунок ярче тише но не убавляется то есть в данном случае это сопротивление не подходит даже если мы зажигаем все полосы и уменьшаем вернее увеличиваем вот он максимум а на минимуме то есть увеличением количества полос то есть увеличением потребляемой энергии мы ничего не добиваемся опять же если берем начинаем уменьшать вот мы видим что происходит теория моя верна в том плане что сопротивление надо подбирать правильно но все равно как бы виден свет чуть дрожит но не знаю по какой причине сейчас я попытаюсь погасить свет вот я погасил весь свет в гараже и дрожание прекратилось то есть видно от именисцентных ламп включаем опять свет и такое некоторое дрожание вот мы здесь замечаем появляется но тут уже виноват наш наружный свет тут ничего не подпишешь